Добрый вечер. Фирма Renault, производящая в городе Москва свои автомобили Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway, с января прекратила выпускать их в модификации с автоматической коробкой передач. Но она их оставила только на Stepway, так по чуть-чуть, на самом хорошем моторе 1.6. А вот для Логана и Sandero все, автоматов больше нет. Рядовое событие, обычное для любого производителя, поскольку сегодня хотим-делаем, завтра не хотим-не делаем. Комплектация машин бывает разная, нужно считать АБС необходимой вещью, добавим, перестает как-то пользоваться этой спросом, убираем, ничего такого. Но здесь есть маленький нюанс. У нас автофрамус потихоньку готовится к новоселью, потому что практически вся его Логановская линия выезжает в Тольятти, будет производиться там. Причем во всем цивилизованном мире уже Логан и Sandero подверглись рестайлингу и выглядят чуть-чуть по-другому. Ну, нельзя сказать, хуже или лучше, дело вкуса, но как-то более свежо. И то, что со временем будет производиться на автовазе, оно будет как раз вот тем самым рестайлинговым вариантом номер 2 Логана и Sandero. Ну, на мой взгляд, тоже более симпатично. Этот переезд затеян для того, чтобы, во-первых, все-таки на автовазе было хоть что-нибудь приличное. Sandero, он очень популярен в народе, ну и Логан, естественно. Во-вторых, непосредственно производственные мощности достаточно качественного предприятия Автофрамос, они будут отданы под востребованный Дастер. Ну, там будет немножечко флюенсов, какое-то количество латитюдов на отвертке собранных. И производственная затея выглядит следующим образом. Вот есть площадка, которая себя худо-бедно зарекомендовала как производитель очень даже неплохого качества автомобилей. Это Москва. Причем на обломках автозавода АЗЛК, который качеством никогда не страдал излишним. Вот так получилось, что пришли люди, набрали персонал практически весь с улицы, то есть не имевший вот этого бэкграунда совкового производства, и получили в результате утирания носа всему остальному автопрому. Ведь для нас это очень серьезный вопрос был. Мы, в принципе, можем когда-нибудь позволить себе качественный автомобиль или нет? И что такое качественный автомобиль? Это какое количество поломок, отказов? Как вообще это качество измеряется? И вот эти самые Рено Логан и Рено Сандера, они и показали, что да, действительно мы можем. Для этого нужно всего-навсего выйти за рамки системы. Когда мы созидаем автомобиль в системе наших координат, причем эти координаты, эта система, она может вот в политике называться, например, вертикаль, в экономике она и в промышленности может называться словом совок, но суть это не меняет. Когда мы работаем вот непосредственно по своим собственным лекалам, по тому, как мы понимаем мир, мы получаем соответствующий результат, как правило, невыносимый. Вот если мы сами лично беремся за что-то и это делаем, то на уровне отдельно взятого человека это еще очень даже неплохо, потому что по отдельности мы сильно переживаем интеллектуально весь остальной мир. Но когда мы собираемся в рамках системы, у нас ничего не получается. И здесь была очень любопытная как раз коллизия в том, что извне привнесено нечто, нам не свойственное, технологические процессы, качество подготовки персонала, в целом другое представление о качестве, и на обломках АЗЛК мы получили Логан и Сандер. Теперь Duster, на который пока еще есть очереди, займет основную часть производственных мощностей Автофрамоса, и у нас начнется 2, 3, 4, 5 и 634 версия модернизации Автоваза. И вот когда Автоваз начнет выпускать Логан и Сандера, тогда же он потихонечку начнет делать машины с автоматами. Ну, обычная совершенно коллизия, ничего такого. Но, интересно, а сколько процентов клиентов, выбирающих себе Логан или Сандера, до этого имели возможность и покупали себе автоматы? Я написал официальный запрос в Рено, спросил сколько, получил от них замечательный ответ. Ну, Рено нельзя не любить, ответ цитирую дословно. Мы не сообщаем данных по соотношению продаж в различных версиях, так как это конкурентная информация. Так вот, конкурентная информация, которая так стыдит с Рено и уклоняется от ответа на прямо поставленный вопрос, составляет 8%. 8% Логанов и Сандера было с автоматическими коробками. И вот теперь, когда он будет выпускаться этот автомобиль на Автовазе, вот теперь самое интересное, что и из этого крошечного количества, 8%, будет попытка сделать конкурентные преимущества. Вообще, клиент Логана и Сандера, это человек, который, как правило, пересаживается с Жигулей. То есть, у него очень тяжелый, изнурительный анамнез владения автомобилем чудовищественного советского качества. И для него это первая иномарка. Хочется, конечно, автомат, но не может, потому что автомат удорожает, а иномарочку любой ценой, пусть она будет хотя бы базовая, и так преимуществ достаточно. Хорошая машина Логан, объективно хорошая. А вот теперь, в момент переезда, когда Логан покинет Москву и получит Альятинскую прописку, будет сформирован некоторый отложенный спрос. Ну, какое-то количество людей так или иначе хочет себе эту машину с автоматом, а ее не будет. Вот ее месяц нет, вот ее два нет, три нет, четыре нет, полгода нет, год нет, а потом она появляется. Поскольку Автоваз по качеству невыносим и вызывает оскомину, переходящую в легкую степень мерзение, то будет очень серьезная проблема. Ведь Логан-то машина хорошая, и Логан-то себя зарекомендовал, а вот теперь он стал ВАЗовским. И что делать? Заставить себя пойти и сдаться? Ведь ясно же, что по качеству Автоваз не преуспел. И здесь маленьким довеском становится, например, автоматическая коробка. И отложенный спрос какому-то очень небольшому проценту автомобилей уже ВАЗовской сборки может быть, приоткроет, по крайней мере, перспективу обретения нового владельца. Выпустили, люди пошли и от безысходности купили. Потому что все остальные машины с автоматами, ну при прочих равных условиях, они нельзя сказать, что дороже, но у Логана просто очень хорошие рекомендации. А здесь уже возникает вообще в целом коллизия. Вот ведь Автоваз, он сколько лет уже говорит нам о том, что он качественный. Он сколько лет нам говорит о том, что он уже другой. Вот нынешняя команда, потихонечку разгоняемая с пришествием Бо Андерсона и уходом Комарова, она закончила свою биографию на Автовазе блистательной фразой, которую повторяют там абсолютно все. Мы вывели предприятие из клинча. ВАЗовцы очень сильно обижаются, когда их тычут носом и говорят, слушайте, вы же ничего не изменили. Вывеску поменяли, там полы у вас белые, модели у вас теперь иностранные, но суть-то осталась. А вот не, ничего подобного, мы уже другие. Вот это та же самая коллизия, как с Януковичем. Янукович, украинский президент, он как был мелким вором, так и остался. Но для себя-то он президент. То есть вот Януковичу кажется, что он стратег, политик, президент. В конце концов, он честно выиграл на выборах. А для политологов и людей, которые его знают чуть поближе, и те, кто живет в Украине, это мелкий воришка. Вот как был он человеком, который воровал шапки, вот так он и остался. И на Автовазе то же самое. То есть мы получаем регулярный отчет, вот там Дамир Кашапов, например, вице-президент, он все время заявил, что у них качество улучшилось в 10 раз, Жигулей и вообще продукции Автоваза. Но в 10 раз это 1000%. То есть если у Дамира Кашапова на Автовазе качество подскочило на 1000%, они от чего плясали? Они раньше Жигули делали из папье-маше и клеили их казиновым клеем, а сейчас попробовали из железа и начали даже как-то красить, вот тут уже 1000%. Ребят, вам в таком случае нужно еще 1020%. Вот они сейчас донашивают уже второго директора по качеству. Паскаля Фильтена сменили на Фофана, и теперь туфтой занимается Фофан, уже есть 1000%, уже есть грандиозное качество, и вот туда теперь приходит Рену Логан, биография которого после этого, ну, мягко говоря, вместе с репутацией стремится к нулю. И коробка автомат будет неплохим, тем самым довесочком, который может быть как-то изменит ситуацию. При том, что, конечно, клиенту этот автомат даром не сдался, потому что это же тот самый знаменитый ДП-2, тот самый, который очень серьезно подточил репутацию всего французского автопрома. И французы, и Peugeot, Citroёn, и Renault продолжают его использовать, хотя это идет очень сильно во вред. Все знают, что хуже этой коробки в принципе нет, при том, что она по корням-то фольксвагеновская. Только немцы из фольксвагена от нее отказались в конце 80-х, они ее уже не производят. Вообще, фольксваген завязал с этим делом, с изобретательством коробок автомат. А французы вот они купили, поставили завод под Леоном и штампуют, причем не столько на всю Францию, сколько на всю Россию. Потому что эта коробка к нам приходит и в упаковке Renault, и в упаковке Peugeot, и в упаковке Citroёn. И она везде одинаково невыносимая. Единственное, что очень правильно сделали, она же встала на Duster, но у нее была проблема перегрева. Это конструктивная проблема. И у Duster поставили дополнительный контур охлаждения. Поэтому на Duster она еще поживет. А вот на Локоне и Сандеры это, конечно, конец. Пережив на новости. Из-за низких температур Москву приморозило к статичным показателям пробок. Нашлось, как и вчера в это же самое время, Бодр, подвиж, у него 6 баллов, Мэйл в затруднениях, у него 7 баллов. 65, 10, 9, 9 и 6. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Рад вас слышать, Алексей. Спасибо взаимно. Я присоединяюсь к мнению подавляющего большинства слушателей. Спасибо за хорошую программу. А, собственно, то, что могу рассказать, если интерес до сих пор сохранился. Я по поводу чудесного автомобильщика Suzuki Jimny. Он и вправду чудесен. Да, я согласен. Девятый год пошел под 200 тысяч уже. И, ну, в общем, я про него много знаю. И, ну, собственно, что? Моторчика, как ни странно, на 1,3 хватает вообще без проблем. И по городу, и по трассе. Ну, динамика выше всяких похвал. Скользкая дорога на полном приводе вообще более прогнозируемого автомобиля. Трудно себе представить. Это не теперешние штуки. С непонятно как подключаемой трансмиссии, на которых вообще, по-моему, ездить страшно. Ты едешь и не знаешь, что же у тебя за автомобиль. Передний, задний приводный. В какой пропорции. В общем, счет у меня это как-то не убеждает. А здесь все совершенно понятно и прогнозируемо. Ну, в общем... Вот, Алексей, у вас автомат или механика? Нет, нет, нет. У меня в семье автоматы не приживаются. Конечно, механика. И вот обратите внимание, очень многие люди, которые, в принципе, и общаются друг с другом в курилках, за письменными столами, на сайтах, а иногда звонят к нам, они всегда считают, что динамика автомобиля напрямую зависит от объема его мотора. Особенно девочки говорят, мне машинку помощнее, чтобы ехать побыстрее. А на самом деле все это зависит от передачных чисел коробки. И 1,3 хватает во всем диапазоне применения джимни. Что на бездорожье, что на трассе, что на дальнем плече, что на коротком. Потому что очень грамотно подобраны числа коробки передач. Ну, с этим я спорить не буду. Я тоже так считаю. Причем, учитывая, что моторчик крутится легко до 6,5 тысяч оборотов и позволяет ездить там 1, 3, 5 вообще легко. То есть, не перебирать их все передачки. Причем с большим запасом по тяге и по оборотам. То, в общем-то, никаких проблем по динамике. Даже так вот, с ленивым таким переключением нет. Вот. Есть у него один врожденный... Ну, это даже не недостаток, наверное. Это некий конструктивный компромисс. Очень жесткая подвеска. Причем жесткая из-за амортизаторов. Лечится легко установкой комплекции подвески одного известнейшего австралийского производителя. Изумительно совершенно мягко ведет себя машина по городу-трассе. Но все хорошо не бывает. Теряешь возможности лихо прохватить по качковатому проселку. Тут, конечно, уже раскачка дает себя знать и ехать приходится аккуратно. Это, пожалуй, единственный недостаток. У остального машина просто приобретает... Ну, конечно, не лимузин. Но, тем не менее, очень адекватно, очень хорошо себя ведет. Вообще реально чудо автомобиль. А по городу просто вообще сказка. Но вообще-то джимник — это одна из самых лучших домашних зверушек, которых можно себе позволить в нашей жизни. Вот с ней и в первый мир, и в добрые люди. Еще причем улыбка добрая у этой машины. Да, видовка у него совершенно очаровательна. Выглядит так. Правда, он очень позитивный. Да, он такой маленький, добрый, он всегда улыбается. И, по большому счету, ничего не хочет взамен. А подвеску ему, конечно, сделали жесткую, потому что он узкий, короткий и высокий. И для того, чтобы ему держать в том числе курсовую устойчивость, подвеску ему делали умышленно жесткой, как могли. Но поскольку вы-то к нему присиделись, претерпелись, знаете свой темперамент и сопоставляете, что вам надо, а что нет, вы абсолютно правильно пошли на апгрейд подвески смягчив ее. Логично и очень даже достоин. Ну, все-таки, контора, чью подвеску я поставил, там, ну, по всем их изделиям, это очень хорошие инженеры, и они здорово все просчитали. Ну, реально здорово просчитали. И автомобиль преображается в лучшую сторону для утилитарной эксплуатации. Совершенно не сказано. Очень здорово. Скажите, Алексей, а что по кузову? Какие-нибудь есть? Царапины, ржавчина? Ну, за 200 тысяч пластик немножко. Вот на арках подобился. Ну, это понятно. Ну, несколько сколов на капоте есть от камышков. Ну, стекло второй раз менять надо. Правильно. Лобовое. Ну, и пока все. Ну, вот там, где отбилась краска, там не ржавеет? Да, отбился-то пластик. То есть, на самом деле, коррозионная стойкость кузова тоже на высоком уровне. Ну, пока я вот, я, конечно, приобретя его там, немножечко антикором занялся, ну, по старой привычке у меня все-таки там, Саша, уже за 30 лет. Ну, как же не обработать машинку? Ну, по днищу, по сырным полостям прошелся. Ну, вообще никаких пока нареканий нет. Он выглядит, ну, может быть, не совсем как новый, но совершенно за счет. Тому образом, аварий не был, так что... Алексей, как вам повезло друг с другом? Джимнику с вами, а вам с Джимником? Мне вообще с машинами везет. Это говорит в пользу вас. Скажите, Алексей, а вот если бы вдруг по какой-то причине вам начал улыбаться, ну, по крайней мере, пытаться имитировать такую улыбку автомобиля, типа Renault Logan, Sandero, и вдруг выяснилось, что он еще и в Азовской сборке, у вас бы в душе колыхнулся трепет по этому поводу? Сергей, нет, наверное, не колыхнулся бы, потому что первый внедорожник у меня появился в 90-м году, это был УАЗ-головастик Грозовичок. Да. Потом с перерывом было много чего, и сейчас у меня вот так получилось, что три равных мостовых автомобиля, это хорошо подготовленный спортивный УАЗ-80 для дальних путешествий и джинник на каждый день, поэтому то, что сейчас, ну, джинник еще производят, пока, хотя уже появились фотографии, не то чтобы рестайл, а новые модели, они взвергают в ужас. Ну, пока у меня еще есть на чем ездить, на том, что действительно греет душу и действительно обеспечивает мои немаленькие потребности, очень даже немаленькие. А на что менять, не знаю, это, в общем, беда. А это всегда беда, особенно после хорошей машины, вот когда понимаешь, насколько грамотно люди работали, с душой, когда создавали это, и самое главное, хорошую идею они смогли реализовать в производстве. Бывает же, идея хорошая, а результат-то плохой все у нас, конвейер. Здесь все нормально. Ну, да, к тому моменту, когда пора будет менять, уже будет не на что. Денис, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Здравствуйте, Денис. Как ваше отчество, Денис? Сергеевич. Денис Сергеевич, говорите. Здравствуйте, хорошо дозвонился я. Вот у меня такой вопросик. Сейчас ездим на «Отпеливектор-Ц» 2007 года, прошла 100 тысяч. Ну, машина всем довольна, всем нравится. Сейчас выбираем паркетник в семью. Ну, что бы вы могли посоветовать? Лучше всего паркетник. Это из комплекта паркета, который продается на каждом рынке, если вы это имеете в виду. А вообще паркетников много. Пальцев на руке не хватит. Вам любой? Нет, я смотрю вот в сторону Mitsubishi Outlander, и еще такую машину мне очень нравится Mitsubishi Pajero Sport. Трехлитровый двигатель, а не все пензин. Так. Хотел бы услышать все заи против них. Ну, заи против этих автомобилей, это любой эфир, за любой год, любой совершенно программы на любой радиостанции, потому что все как раз спрашивают, что такое Pajero Sport, что такое Outlander, но между ними знака равенства нет. Если вы хотите паркетник, то это Outlander, если вы хотите внедорожник, то это Pajero Sport. Пajero Sport, вам что? Что завернуть? Ну, просто я посмотрел, там цена-то, в принципе, одинаковая. Вот поэтому... Что одинаковая, простите? Цена, цена. Цена, да, приближенная. Приближенная, да, вот поэтому... Я как-то больше склоняюсь к Pajero Sport. Вроде как большой, там и дети, и с коляской, вот такие. Это да. А у вас Vectra C караван или нет? Нет, нет, это не седан. Да, после седана, конечно, любой универсал это во благо. Хотя у Outlander, у него огромный чемодан сзади. Там очень много чего помещается. Но Pajero Sport просто универсальный. Поскольку мы окончательно победили все снегопады вместе с таджиками, и есть основания полагать, что нам нужен будет полный привод уже не только зимой, но и летом, Pajero Sport, да и с его, тем более, знаменитой трансмиссией, более универсальная машина, чем просто Outlander. А вот я еще хотел узнать у вас вопросик, как лучше дизель взять или бензин для нашей России, как сказать? Если для всей России, то тем более бензин, потому что на дизеле вы когда-нибудь хлебнете себе, того, чем Василий Абабович занимался, и все, и приехали. Бензин в этом отношении эксплуатационно понятней. Хотя, конечно, расход топлива у него великий. А у Pajero Sport у него стоит потрясающий дизель, который, ну, совсем не потребляет солярку. Ну, прям совсем. Иногда бывает даже в режиме оффроуда 10 литров на 100 километров. Что, кстати, большая редкость, потому что остальные-то машины, будь здоров, как едят. Ой, Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, огромное спасибо вам за передачу. Спасибо вам. Вопрос у меня такой. На данный момент владелец Kia Fit Diesel, пробег 221 тысяча. Ух ты, шикарный пробег. Пять лет ей. Присматриваешь давно Toyota Hilux. Так. Либо альтернатива пикап. Но только Mitsubishi. А пикап любой или, соответственно, Toyota? Ну, схвынем к Toyota. То есть Hilux либо Hilux, потому что больше деваться некуда. Вы же не пойдете NP300 покупать? Нет. Несамовский. Нет. Ну, Hilux – это один из самых достойных. Но он постоянно заднеприводный. Это тяжело. Требуется навык. Как и вчера в это же самое время нашлось пребывать в состоянии паритета с мейлом у них по 7 баллов. Это редкая единодушие. Обычно ничего подобного у них не происходит. Сергей, здравствуйте. Алло. Алло. Сергей, вы дождались этого момента. Я, кстати, тоже. Да, наконец-то. Я очень рад, что я дозвонился. Я рад. Вот. Меня, как бы, я являюсь обладателем Ford Focus 3. Так. Значит, с коробкой PowerShift. Так. Вот. Уже два года. Ну, вот. Пробег составил 86 тысяч километров за это время. Ну, и, как бы, появились некоторые мысли. Я хочу немножко сказать в защиту этой коробки. Давайте. Давайте. Вот. Значит, ну, на мой взгляд, откуда проистекают все проблемы с ней из-за того, что люди, которые ее эксплуатируют, не совсем верно к ней относятся. Относятся к ней, как к автомату. Вот. Вот. Но у нее же, как бы, скажем так, принципиальная разница. То есть, отсутствие гидротрансформатора, наличие двух сцеплений. Да. Ну, и, соответственно, вот, ну, лично, как бы, скажем так, мой пример. Ну, относиться к ней надо, как к механике. Но только к механике, которая управляется, соответственно, гидроприводами. Ну, то есть, остановились на светофоре, допустим, включить нейтралку. В пробках, например, ну, есть такая длинная, тягучая пробка. Я использую какой метод? Я включаю спорт режим и переключаюсь вручную. То есть, меньше задействую сам автомат переключения. То есть, долго можно ехать на первой передаче. Потому что в драйве идут переключения первая, вторая, третья, вторая, первая, скажем так, и быстро все это дело перегревает. Так. Да, я затаился, на самом деле. Мне интересны эти рекомендации. Я надеюсь, что те, у кого PowerShift, они тоже к этому внимательно относятся. Хотя, PowerShift по конструкции не чита. тем DSG, которые горят на Volkswagen'ах и сильно портят имидж вообще конструкции с двумя сцеплениями. Да. И, скажем так, было у меня два нюанса с этой коробкой связанных. Первый нюанс во время езды по трассе я обратил внимание, что при отпускании газа, то есть, движении накатом, потом нажать, и происходит такой небольшой рывок. И, значит, посмотрев на тахометр, я увидел, что когда я отпускаю газ, коробка, ну, сцепление размыкается. То есть, обороты падают до холостых. Хотя этого не должно происходить на движении. Не должно? Вот. Я остановился, выключил зажигание, через 10 минут завел машину, все стало на свое место. То есть, был сбой программы. Да, что-то такое было. Но один раз это было, да? То есть, не то, что это постоянный дефект. Нет, нет, один раз как-то это было. И летом был такой эффект, мне показалось, что не до конца поджимается сцепление в момент переключения со второй на третью. То есть, какой-то машина рывками начала ехать. Вот. То есть, либо приходилось сбрасывать обороты, либо добавлять, чтобы она переключалась на следующую передачу. Но опять-таки, это был один случай. То есть, не то, что это старая система или недугом. Да, это не система. Я не знаю, с чем это связано. Это у меня было раза три или четыре. Потому что потом как бы все это само собой пропало. То есть, дефектуально. Да, еще такой нюанс. Многие жалуются, что при трогании она дергается. Но это же как бы происходит из-за того, что в основном кто привык трогаться на автомате, просто отпускает тормоз и ждет, что машина поедет. Но здесь-то надо немножко обороты добавить. То есть, сцепление должно сработать и в крутящий момент должен машину тронуть с места. Скажите, Сергей, а вот вы считаете необходимым этим роботом пользоваться в пробке в ручном режиме? И многие люди как раз покупают, когда машину с двумя педалями, они рассчитывают, что им-то этого делать и не придется. И здесь вы вступаете в некое идеологическое противоречие с самой идеей. Потому как идея в том, что у тебя две педали наступил и поехал. Вы, спасая этот агрегат и добавляя ему ресурс, берете на себя часть управления им. Это все-таки осложняет жизнь. Переключение производится на рычаге лепесточком вверх и вниз. Особых проблем она не доставляет. Так она и ручкой никогда не доставляла. У вас когда было три педали, разве вы хоть раз запутались в этих трех педалях с этой палкой? Вы же не блондинка. Нет, ну у меня сейчас он служебный логан, как бы проблем нет его. Просто неприятная ситуация, когда у меня первый раз это произошло, обычно заскакивает надпись, внимание, перегрев трансмиссии. У меня появилась надпись, внимание, неисправен двигатель, сервис срочно. Ну как-то сердце ёкнуло, потом я подумал, лето, жара, пробка, а вот гидроблок перегрелся. Сергей, то есть вас на самом деле не испугаешь, потому что технически вы очень грамотный водитель. Вы прекрасно понимаете, как это устроено и как помочь организму жить долго и счастливо. Это большой плюс, то есть вашему Форду просто повезло. А скажите, вот после того, как Логан будет только Тольяттинской сборки, вы начнёте к нему относиться с подозрением? Или вы будете доверять тому, что качество там действительно замечательное? Вы знаете, ну это, мне кажется, это зависит от того, вот вы говорили, что там будет коллектив меняться или что он меняется. Но если будет прежний коллектив, то, конечно, люди, привыкшие собирать машины кое-как, я думаю, могут испохавить действительно любую идею. А над ними специальный директор по качеству? Разве он один не сможет изменить менталитет 60 тысяч людей на заводе работающих? Ну, может, изменить менталитет там 50-100 человек коллектив, а такого крупного коллектива, потому что чем крупнее коллектив, тем он инертнее, ну это как бы, ну на мой взгляд. Да. А тем более там Бо Андерсон пришел, он начал их потихонечку пинком в зад-то выкидывать за ворота завода, там идут увольнения. Неизбежные, потому что 60 тысяч для того, чтобы выпускать миллион автомобилей в год, это перебор. Чтобы сделать миллион, нужно где-нибудь так тысяч десять, не больше, персонала по современной этой жизни. Ну, если будет ротация кадров, как бы, это будет, соответственно, освещаться как-то в прессе, то есть люди будут знать, ну почему бы нет. А что значит ротация? Будет увольнение. Какая ротация? Пинком в зад. Я имею в виду, что да. Ну, может, неправильно выражился. Вы очень вежливо. Вы так, знаете, это называется, мы приняли непопулярные меры, взяли на себя ответственность и решили оптимизировать количество персонала. То есть расстреляли на заднем дворе два вагона рабочих. Да, ну, сегодня вот прочитал, какой самый лучший автомобиль на автовазе, это БМВ генерального директора. Не знаю насчет БМВ, у них очень... Да, да, да. У них, кстати, на полном серьезе, в этой шутке есть очень серьезная доля шутки, потому что у них весь топ-менеджмент, это вот эти вот высоколобые интеллектуальные ребята, они ездили на Ауди одно время, и у них в свое время были тоже всякие рейндж-роверы, как служебные машины, ну, потому что как-то неудобно на том, что ты сделал. Хочется же приличного... как бытует такое мнение, что имидж там, статус, то есть даже выражение статус на автомобиль. Ну, конечно. Особенно в провинции. В провинции это тебя как раз встречают только по одежке. О том, что ты доктор наук, никого там не волнует, потому что это совершенно не видно. Не читается во весь лоб наличие такого количества высшего образования. Читается ролик с охраной и выражение лица твоего персонального водителя на Гелендвагене. Да. То есть вы не поверите, что качество на автовазе может всерьез вырасти? Ну, пока на данный момент мне с трудом верится, что качество будет там расти. А они же докладывают, что в 10 раз увеличилось, на 1000% возросло. У них специально есть для этого Дамир Кашапов, который рассказывает о успехах. У них есть директор этот самый Фуфана, который. У них там теперь уже даже комплектующие общие с французами, с русскими, с японцами. И под нас специально возрождают целый Датсон. Неужели это не говорят о том, что мы не только занимаемся приписками и враньем, но еще и действительно хоть что-то меняем? Ну, вы знаете, вот насчет качества, вот я по своей машине могу сказать, по своему фокусу. Я его брал, как бы, из первых партий. Я его брал, она производства в октябре 2011-го. И потом, значит, где-то с января, с февраля на форумах пошли и фотографии, и замечания, что там косо, там криво, там отвалено, там не прикручено и так далее. Я по своему автомобилю посмотрел, ничего такого нету. То есть, у меня было ощущение, что первые партии либо собирались под надзором там тех специалистов, либо машины приходили почти собранные. Может быть, те комплектующие. А когда наши начали собирать, вот и пошли нарекания на третий фокус, что он там сыпется, там гремит, там вылетает, там отваливает. То есть, вы с подозрением относитесь к тому, что на автовазе может хоть что-нибудь измениться, в том числе и качество в лучшую сторону. Алексей, алло. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. У меня вопросик про такую машинку редкую и ретона, как альтернативу джимнику, что скажете? Ну, вы его обслуживать-то как будете? Ведь ему лет-то уже сколько. Он, конечно, рамник, у него сзади стоит мост. Штуковина это довольно прочная была для своего времени, но, 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 но все же не вечно. И вот вы, как всегда, на молодой машине запчастей практически не надо. Достаточно того, что есть. А вот на немолодой... Ну, на корейцах вроде есть запчасти у нас. Ну, на корейцах они, на корейцев они, конечно, приходят, но это вот та самая штуковина, которая... Они-то делали ее в том числе для своей армии и с одной стороны, конечно, простая, с другой стороны, вроде должна быть прочная, но у нас это большая экзотика. Сама по себе идея машины правильная, но по дорожному просвету, как любая корейская, стремится ползти тихонечко, крадучись на пузе. То есть она не является выдающимся внедорожником. И если вы ее берете... Еще джимник. Джимник является внедорожником, потому что он геометрически очень сильно выигрывает. То есть у него, у джимника нету грандиозного дорожного просвета, но он... База маленькая, он сам узкий, спереди, сзади у нее все подобрано, плюс, конечно, по блокировкам. Прыг, скок, ускакал, убежал. У Ритоны, ну, да. Хороший рестайлинг Роксты, такое послесловие к ней. Вы его уже присмотрели или как? Или все еще только в мечтах? Ну, я думаю, вот вместо либо джимник, либо... Ритона пошире. Ритон, да. И в этой машине, вот если вы плечистый человек, то вам, конечно, будет как-то попросторней. Но вы остаетесь... По проходимости. По проходимости джимник один из лидеров. Выиграет. Джимника сделать очень тяжело. То есть джимник, джимник, это, в принципе, аналог квадроцикла. И там, где он пройдет, он же еще очень легкий. Ритона тяжелая штуковина. Но они размерами почти одинаковые. Тем не менее. Они почти, знаете как, почти да не почти. Все машины одного класса почти одинаковые по размеру. Но очень разные по сути и по техническому исполнению. И самое главное, что если вы начнете на этой машине ездить как на внедорожнике, значит, вам так или иначе техническая поддержка понадобится, причем довольно быстро. Не потому что машина плохая, а потому что дорог нет. На джимнике вы преуспеете. Тем более на джимнике вы можете взять автомат. И он на автомате с нормально заблокированным центром идет очень достойно. На себе проверял, мне очень понравилось. Мне механика интересует. На механике тем более. Ну на механике вы по-любому король дороги. Вы застали эти времена, когда у нас страна на Жигулях ездила за неимением внедорожников в собственном автопарке по Жукам? Ну, тогда я сам не ездил. Но первая машина копейка была. И на этой копейке вы ездили практически там же, куда сейчас поедете на Ритоне либо на джимнике. Ну в принципе да. Да, да. Задний привод механика 175 дорожного просвета и погнали. И никаких трудностей... Восьмерка в этом случае была лучше, по-моему. Но потому что по развесовке у нее передняя ось всегда была ведущая загруженная. И, конечно, любая машина, которая имеет такой коэффициент сцепления, она выигрывает. Но мы же и на классике кувыркались. А некоторые по сию пор на классике кувыркаются и в общем никаких проблем. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Юрий. Вот у меня такой к вам вопрос. Я сейчас владею Ford Focus 3. Кстати, по коробке могу сказать, что очень хорошая коробка, мне понравилась. И в пробке я тоже ставлю иногда ее в спорт, чтобы она меньше, так сказать, работала. Чтобы меньше дергалась. Больше никаких нареканий вообще нет. Подвеска, правда, хуже, чем у второго, например, Focus. Ну, более хрупкая, я бы так сказал. был расчет, что за те годы, сколько нам здесь делают Ford, дороги у нас стали лучше не только на бумаге. Нет. Ну, да, наверное. А по рулю вы можете сравнить, кто острее по рулю? Остерее по рулю. Оставайтесь на связи, мы с вами продолжим после новостей. Юрий, я надеюсь, вы еще на связи. Алло. Разумеется. Да, то есть вы за свои деньги послушали нашу рекламу. Это редчайшее попадание в целевую аудиторию. Так вот, сравните Focus 2 и Focus 3 по управляемости. Как вам? Ну, не знаю, у меня как раз рабочая машина Focus 2 на данный момент. И мне кажется, почему-то, я не знаю, наверное, так быть не должно, но у второго Focus руль, мне кажется, острее. Но задняя подвеска хуже работает. Хуже в чем? Ну, как бы, ну, то есть она на лежачем полицейском, например, подскакивает. Я так понимаю, что там балка какая-то с стабилизаторами. да то же самое. У вас там стоит многорычажка. Одинаковая она абсолютно. С первого Focus она не менялась вообще. Менялись только сайлинблоки, амортизаторы, там толщина прутка такая, резиночка сякая, а суть у нее осталась та же самая. Просто на третьем сделали упор в сторону комфорта. Алло. Да, да, да. Такое ощущение, что вы залезли под машину посмотреть, чего там. Да нет, холодная. Изоляция в телефоне, в смысле, подавление. Да, есть такое. То, вообще-то, второй Focus, между нами говоря, лучше третьего. Он интереснее, правильнее и проще. Чуток проще. Там были, конечно, по мотору 1.8 трудности, но в целом, второй был лучше, чем третий. Так иногда бывает, когда прогресс не к добру. Ну, может быть, да. Так. И вот, вопрос-то у меня какого. Давайте. Хочу я попробовать заднеприводной автомобиль и присматриваюсь к Mercedes V204 стайлинг. Ух ты. Цешечку. Ну да. Хочется. Что вы можете сказать? Хочется. Это говорит о том, что, Юрий, наконец-то в вашей жизни все меняется настолько в хорошую сторону, что уже можно себе позволить Mercedes. Если судьба складывается таким образом, зачем себе отказывать? Будьте готовы к тому, что это будет подстава, это будет залет, это будет, как говорят специалисты, ой, блин, в натуре. Но Mercedes, он того стоит. Из рук друзей получится его взять или будете по рынку ходить? Ну, пока из рук друзей не получится взять. Тогда кинут. Тогда, Юрий, кинут обязательно. Просто вот на 400% из 100 возможных. Я понял. Машина такая. вот Mercedes можно брать только в том случае, когда вы не просто уверены в продавце, а когда вы очень хорошо знаете мотивы этого продавца, жизнь этого продавца, биографию этого продавца и массу других нюансов, о которых он даже сам не знает. Потому что если машина хорошая, ее кому отдают обычно? Отдают своим. Друзьям. Конечно. Когда машина, особенно Mercedes, оказалась на вторичном рынке по какой-то причине, то есть ее выкинули, что называется, в свободную продажу, значит, что-то скрывают, что-то с ней произошло. Либо пробег сумасшедший, либо с документами косяки, либо то и другое вместе взят. Потому что такая корова нужна самому. Ей стал не нужна, значит, накосячили. Вам же об этом никто не скажет. Ну, само собой. Да? То есть вы должны быть очень подозрительными. Это не исключает возможности купить себе тем не менее приличную машину. Потому что иногда бывает, что какая-нибудь блондинка накаталась, а потом сказала принципиально, вот не хочу я там трейдыниться и вообще вот заниматься вот я сейчас его скину и пусть они там дальше сами разбираются. Такое тоже бывает. Бывает, бывает, бывает. Еще есть же вариант взять с гарантией там у дилера машину с пробегом. Вот так вот. Да, конечно. Дмитрий, внимание, вопрос. А как она оказалась у дилера? Потому что с ней что произошло? Хозяин на ней ездил, он ее любил, он делал все правильно, соблюдал все регламенты. Ну, обычно. Обычно же говорят, что посмотрите, все хорошо, сервисная книжка. А потом сказал, ой, надоело, не хочу. Хочу другую, зелененькую. Так бывает? Бывает и так, но редко, наверное. Очень редко. Я эту сказку читал в детстве где-то о том, что машина надоела. Знаете, квартира надоела, жена надоела, пошел поменял. Нет. Если ты за нее заплатил сполна своих денег, обычно докатываешь ее до какого-то результата. Если машину сдают, значит, что-то с ней сделали. Прокипятили мотор, перевернули, там, вывернули наизнанку коробку, на что-то ее насадили, на какой-то там штык-нож и в пузо удар получили. Мы не знаем. Жестянка, переворот, косяки с документами, машина в кредите невыплаченном. Вот что-то здесь такое, потому что просто так пойти и сказать, слушайте, вы Юру не видели? А, хочу Мерседес ему свое дать. Ну, найдите мне Юру. Давайте позвоним на радио. Юрочка, где там? Ну, слазь ты уже с этого фокуса. Возьми мой Мерседес. В смысле, мамой клянусь, хороший, да? Бывает? Бывает и так. Ой, Юр, ну, я вам... Точнее, как бы нет, так не бывает. Я к тому. Да, да. Будьте подозрительны. До тех пор, пока вы критично настроены к любой легенде, вдуваемой вам в уши и развешиваемой в виде макарон, до тех пор у вас есть шанс получить хоть какой-то приличный результат. Александр, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Традиционно, спасибо за программу. Александр, спасибо вам. Интересует такой вопросик. Тут вот захотелось поездить на больших машинах, ну, наверное, возраст к 40 подходит, что-то поменять хочется. Ой, как правильно, Александр. Ой, вот она седина в бороду без ребро, когда человек просто берет и меняет в своей жизни автомобиль. Это очень хорошо. Ну, я, конечно, сильно на маленьких тоже не ездил, но хочется вот либо Ford 150, либо Dodge Ram. Так. И, соответственно, вы знаете, что-то вот смотрю, вот не вижу принципиального отличия особенно в этих машинах. Ну, кроме как внешне, естественно, да, вот такое ощущение, что одно и то же. Да, почти. Разница глобальна только в том, что у Ford вы не найдете дизель, а у Dodge найдете. Ну, с этим, да, согласен. А вот можно, вот там 3,5 литра, да, дизель есть, как понимаю, который... Вот, кстати, сейчас на Dodge пришпандорят маленький дизелечек, причем, если не ошибаюсь, даже VM-моторовский, то есть итальянский. И это будет очень неприятным нюансом для автомобиля. Вообще, у Dodge, я помню, и даже пятерки были дизельные. Большие такие, совсем ядреные. На дизелем я уже попадал на хорошем дизеле. На хорошем дизеле? После этого репорка ТНВ. Ага, ТНВ, да-да-да, здравствуйте. Поэтому, честно говоря, да. И... Поэтому уже такое, скажем, что вот дизель прям уже, знаете, честно говоря, и не хочется. Опасно. Тогда бензин. А дальше все просто. Поскольку учительница вышла к доске и сказала, дети, программа требует написать сочинение на одну и ту же тему. Тема называется пикап. Большой американский. Доджик, ты там что написал? Фордик, ты там что написал? На одну и ту же задачу они ответили несколько разными вариациями изложения темы. И получился F-150, Додж-рам во всей его красоте. А дальше нравится, не нравится. Тут реализована, там, раздатка сделана так, здесь этак. Здесь листовые рессоры такие, здесь сякие. Здесь грузоподъемность, там, у него на пяти болтах, а здесь на шести болтах. Вот, собственно, нюансы, среди которых вы, так или иначе, серьезной разницы не найдете. Вот, кто из них красивый? А вот тогда такой вопрос, вот, относительно того, что якобы Форд-150 при одних и тех же объемах двигателя кушает на несколько литров бензина меньше. Это, конечно, на этих расходах, наверное, не принципиально, но, тем не менее. Это так или это сказки? Это, вот, расход топлива, это вообще ведь явление такое очень индивидуальное. Это то же самое, что сказать, все люди курят одинаково и едят одинаково. И нет. Знаете, вот у нас редактор Юля, который весит 36 килограмм, она ест гораздо меньше, чем эксперт Ройнберг, который весит 150. Проходимость разная. Проходимость у них одинаковая. Знаете, практически, у них отпечаток в асфальте по глубине отличается. 150 все-таки давит субстрат. В остальном нет. И поэтому, даже когда мы смотрим напрямую заводские характеристики, расход топлива у того же самого Форда, у 150 у него, на полном серьезе иногда пишут, что у него 12 литров на 100 километров. Ну, я думаю, это сказки, конечно. В лабораторных условиях так рысах, да. У Доджа то же самое. Знаете, как у Таха, посмотри, сколько Таха, который у нас через официальную дилерскую сеть продается, своеобразной восьмеркой, у него там что-то такое там 11,6. Ха-ха три раза, а может быть тридцатничек для начала просто, чтобы размяться. Поэтому, когда кто-то, особенно в форумах, пытается сопоставить расходы топлива, возникает вопрос, давайте посмотрим, где ехали, как ехали, с какой интенсивностью ехали, какая была скорость потока, какая была резина, какое было давление, куда дул ветер и так далее. И при прочих равных, ну, нельзя об этом сказать. Хотя, да, вот бывает, что Ford на литр меньше, а бывает, что на три больше. А вот, допустим, двигатель, ну, там вот есть у них линейка там 4, 5 и 6, ну, я не точность, да, вот, допустим, 5-литровый и 6-литровый, вот, в принципе, я человек не гоняющий, я уже нагонялся, как бы, да, я и трофи долго бился, и, как бы, мне эта скорость уже не надо, и вот эта динамика, я спокойно езжу. Вот 230 лошадей этой машине достаточно, наверное. Конечно. Ведь достаточно либо недостаточно, и вообще, в принципе, зачем нужны были эти моторы? Эти моторы, если посмотреть, они по мощности, нельзя сказать, что разительно отличаются, они разительно отличаются по крутящему моменту. Да, согласен. Потому что задача была, вот этот двигатель, он тащит на хвосте еще и яхту, вот этот тащит бетономешалку, а этот тащит и яхту, и бетономешалку, и еще дачу. И поэтому, собственно, и создавалась линейка двигателей. Для того, чтобы эту штуку просто сдернуть с места, и на ней красиво подъехать к светофору, знаете, хватит даже 2,4 от старой Волги. Потому что оно провернет эти колеса. Вот когда вы полезете, например, куда-нибудь на Буэрак и начнете уже пользоваться раздаткой в пониженном ряду, и вам будет важно и момент, и эластичность, да, здесь, конечно, будут определенные нюансы. Но справиться... Для этого УАЗик есть. Конечно. В том числе и для этого есть УАЗик. А вот машина мечты. Когда после 40 хочется что-то изменить в жизни, 230 лошадей выше крыши. Вот совершенно достаточно будет. Понятно. Спасибо большое. А вот как вы относитесь тогда, отступитесь от этой темы, вот к тому, что вот машины становятся все сложнее и сложнее, и что производители это говорят, что это ваша безопасность, что это экология. Это маркетинг. В первую очередь это маркетинг. До завтра. Спасибо.